22 марта 2012 года. Я нахожусь в Братиславе. Я вернулся из Белграда и хотел бы немножко рассказать о том, что я там видел и слышал. Вот. Тема монолога, как можно помочь друзьям России в Сербии, нашим друзьям в Сербии, скажем так. На основании тех впечатлений, которые у меня возникли за практически один полный день пребывания в Белграде и встречи, разговоров с ним. Значит, сначала несколько таких впечатлений. Подчеркиваю, я не изучал ни ситуацию в сербской политике, ни ситуацию тем более в связи с выборами. То есть речь идет об импрессионизме в чистом виде, о впечатлениях. Но может быть они кому-то будут интересны и полезны. Мое ощущение такое, что помочь как таковой политической ориентации или помочь какому-то развитию политическому в Сербии вот на данный момент, если кому-то дано, то то я об этих людях не знаю и не узнаю и и не берусь даже судить. Вот. Я был несколько ошарашен, поскольку я переговорил где-то с десятью людьми в общей сложности, в основном из политики из меди. Тем буйством борьбы, которая происходит вот в сербской политике вот был удивлен большими ожиданиями, связанными с Россией. Я, конечно, понимаю, исходя из таких знаний и историй, что сербы традиционно ориентируются на Россию, считают себя маленькой, там, малой Россией, не малой, не малороссией, но одна из теорий, что это такие маленькая Россия, что за это их бьют, там, нападают и так далее. Но оценки, которые звучали, в принципе, вот самая здравая оценка со стороны моих собеседников была такая, что в России нет своей стратегии, стратегии политики на Балканах. С этим трудно не согласиться, но я не вижу в чем открытие. Да, я, когда я просто задавал вопрос, а где есть стратегия? Есть ли такая стратегия? Просматривается ли она на Украине, например, просматривается ли она в Средней Азии или в Восточной Европе или даже в отношениях США и Китая? Ну, в общем, собеседники не пытались об этом говорить. Я говорю честно и откровенно, вот, может быть, стратегия России заключается в том, чтобы не иметь стратегии. Я не исключаю, вот, что это будет наиболее точное определение, но сербам оно не очень доступно, понятно, вот, потому что они столкнулись за последние, там, особенно 15 лет, столкнулись с тем, что к ним применена стратегия. Ну, вот, авторы стратегии США и Евросоюз. Эта стратегия действует, эта стратегия их касается каждый день. И они не понимают, почему у России нет стратегии, вот, и они хотели бы, чтобы эта стратегия была. Вот, повлиять на все эти процессы, конечно, не в моих силах. Вот, но ожидания такие, в общем, я так вот натолкнулся на такую волну всевозможных ожиданий. Вот, на меня как, не то, что я не выступал там как представитель России, я, ну, в общем, представился тем, тем, что я есть, что я писатель, издатель, политик словацкий. Вот, но было понятно, что и русские, некоторые собеседники знали уже обо мне из интернета, из моих текстов. Вот, и было такое вот ожидание, как Россия поможет. Не знаю, как поможет, вот, но попробую рассказать, чтобы я понимал, как реальную, еще раз подчеркиваю, в моем понимании, реальную помощь друзьям России в Сербии. Вот, у меня в руках сейчас журнал, хороший журнал, я его прочитал, два номера прочитал, это один номер, он называется, если читать форус, то печат, наверное, примерно так это и звучит на сербо-хорватском языке, означает, наверное, то, что мы все думаем, то есть печать. И по заголову, по заголовок, лист свободной Сербии, что означает, очевидно, журнал свободной Сербии. Это интересный журнал, вот, насколько мне давно было его читать, я его читал, понимал, больше 50% содержательно интересный журнал. Вот, держал в руках журнал под названием «Геополитика», был в книжных магазинах и так далее. И вот в чем может выразиться сейчас помощь тех, кто и моя, и те, кто будет смотреть и слушать этот крик, я попробую сформулировать так. У сербов исторически сложился свой взгляд на мир. Вот из славянских народов, у которых есть свой взгляд на мир, подчеркиваю, свой, и он не возник ни вчера, ни позавчера, своя система аринации в мире, своя философия, своя политика, своя оригинальная. Таких народов-то славянских мало. Есть народы, которые на это пытаются претендовать, вроде поляков, но уверен, что у них получается. Есть великий русский народ, у которого это есть, да. И вот я увидел ими глазами то, что я знал из литературы, из СМИ, из истории, что у Сербов есть и свои философы, мыслители, публицисты и так далее. Все это я не столько увидел, сколько почувствовал. Это одражено в полной мере и вот в этом журнале с главным редактором и издателем, которого мне удалось встретиться и поговорить. Это интересный человек. Его зовут Милорат Вучевич. Да, Вучевич. Здесь вот даже можно увидеть его фотографию. Вот. И он очень откровенно и резко высказывался, вот давал достаточно такие, но откровенные, сильные оценки русской политики. Он не считал ее как бы успешной и целесообразной. Не берусь, не берусь вот оценивать эти оценки. Но скажу, что можно делать. Можно и нужно дать сербам информационное пространство в русских и русскоязычных СМИ для того, чтобы они сказали то, что они думали. Для того, чтобы они представили свой взгляд на него. Мне кажется, это вот, это то, что это повлияет на политический расклад в Сербии, причем повлияет в пользу прорусских сил, для меня совершенно очевидно. Почему этого мало? Я когда ехал, пытался найти какую-то аналитику о политике в Сербии, в общем-то особо-то и не нашел русскоязычную аналитику. Просто он там посмотрел пару статей на английском языке, достаточно тенденциозных. Но и в общем какую-то картину такую там я собирал больше. Больше мне дал просмотр местных телеканалов с утра. И вечером они такие вот по-советски прямолинейные. Там в общем больше понятно, что происходит в стране. Так вот, как это сделать? Во-первых, есть мощные российские СМИ, за которыми следят. Вообще сербы следят за российскими СМИ. Это еще один очень важный момент, который касается помощи. Следят довольно серьезно. Через сербов, поскольку сербы интеллектуально и по своему как бы гуманитарному развитию они бесспорно являются лидерами вот всего этого региона, который говорит на одном языке. Это очень важно. Вот. Понимает даже, скажем, славянский язык отличается. Но славянцы, если им интересно, будут читать на сербо-хорватском. И думаю, что и читают. В основном на сербо-хорватском, поскольку для двух миллионов славянцев немного очевидно издается на чисто славянском языке. То есть это потенциально где-то 20 миллионов людей, владеющих этим языком, вот, среди которых сербы производят основную информацию, да. Так вот, дать им возможность, дать им возможность, вот, рассказать о том, что происходит, вот, дать возможность, конечно, не, так сказать, не рупорам американской идеологии, а авторам, которые наверняка в России известны, понятно, вот одного из них я сейчас увидел, рассказать их видение ситуации в Сербии, в регионе, в мире, их отношения с Россией и так далее. Потому что рассказанное для русских СМИ и, скажем, воспроизведенное таким СМИ, как Первый канал, отдельно вот я обращаюсь к Мишу Леонтьеву, с которым мы предварительно говорили перед моей поездкой. Он мне посоветует там своего коллегу, который мне очень помог. Вот. Вот на эту тему задуматься, потому что Россия может генерировать информационные поводы. Может генерировать, если всерьез, если это будет Первый канал, например, если это будут другие российские телеканалы, если это будут российские СМИ на интернете и так далее. Просто тем, что будет создано, будет создано информационное пространство для сербов, для сербских авторов, для сербских философов, для сербских политиков. Я считаю, что это будет серьезная помощь прорусским силам. Вот. Отдельно хочу сказать, что в моем понимании, я думаю, что не открою тайны, наиболее искренне относятся к России представители сербской радикальной партии, глава которой Вейсмар Шешель уже несколько лет находится в Гааге и в жизни которого, если судить по акцентам прессы, угрожает вот примерно то же самое, что случилось с Мирошевичем. Наверное, уже сама по себе поддержка Шешеля перед выборами российских Мирошевичем тоже бы повлияла на результат. Вот. Вот я с этому так прагматически подходил, да. Вот. Хотя, еще раз подчеркну, при том соотношение сил, которые я увидел, все с ним в руках проамериканских партий. Их несколько. Они выстроены и руководятся. Большие финансовые возможности в их руках, технологические возможности. Скорее всего, скорее всего, политическая ситуация после выборов не изменится. И, скорее всего, после выборов у власти снова будут примерно те же или в другой комбинации проамериканские политики, там контроль сильный. Но при этом соотношение сил, вот, коалиции оппозиции может измениться. Это значит, на них можно будет влиять. Вот примерно такие мысли. Как это сделать? Нужно рассуждать тем, до кого эта информация дойдет. Вот. Возможностей России очень много. Вот. И это могут быть там и какие-то какое-то участие политиков и так далее. Но я так скажу, помочь прорусским, да, или русским друзьям, друзьям России помочь в Сербии, конечно, ну, по-своему, если исходить из истории отношений наших народов, да, это вот это не просто прихоть. Это некий долг, поскольку русские сербы связаны веками, связаны духовно, связаны мистически, если угодно. И сербы это уже чувствуют. Многие русские вообще не знают о том, что существуют сербы и что было с Югославией и так далее. Большинство не знают. Но сербы-то знают. Вот. И, в общем, сейчас вот перед выборами, выборы в Сербии будут 6 мая. Вот. Самое время, самое время попробовать это сделать. Я со своей стороны постараюсь выбрать какие-то публикации, вот, которые даже вот простой, простой опыт использования гугл-переводчика, да, дает, скажу, с сербо-хорватского на словарский довольно неплохой результат. Получается текст, понятный, процентов на 90, да, просто автоматическим переводом. На русский результат хуже, но тоже достаточно неплохой текст. То есть было бы, наверное, хорошо найти такие тексты. Это я себе сейчас даю такое задание их поискать и каким-то образом представить, потому что взгляд сербов на мир может быть полезен не только русским, а вообще другим народам славянским будет полезен там и словакам, и украинцам, и чекам. Ну вот, примерно такие мысли. Спасибо. Спасибо. Спасибо.